здравствуйте друзья я предупреждаю долго думал выкладывать не выкладывать формат этого нашего канала не формат решил все-таки что формат а потому что исключение из правил нужно тоже предлагать к вашему вниманию то есть здесь очень хороший понимающий сотрудник во всяком случае он не выдал ничего того что мы от него ждали и я был ну не то что вынужден а с удовольствием констатирует факт что я поговорил и получил ну скажет а ну не наслаждение но действительно хорошее настроение от того что понимаете от человека исходила на самом деле полная противоположность той ауре которая обычно исходит от его коллег и так внимание слушаем добрый вечер добрый вечер московские кредитные валерий меня зовут навряд ли какое-то ближайшее время вообще сможет разговаривать могли выпустить что случилось я могу вам подсказать она попытку суицидово пыталась совершить выпивая полстакана уксуса понял вы хотите спросить из-за чего догадываетесь на да 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 и свечусь правда не нагадываетесь зачем люди жизни самоубийство заканчивает в наше время ну ладно хорошо расскажу да да нет за кредитов из-за того что кредитное бремени могут вытащить им звонят Звонят, звонят, звонят Требуют последние Отдайте, отдайте, отдайте Написала записку Моей смерти прошу Винить, классика прям Моей смерти прошу винить Всех банкиров И перечислила банки И ваш там тоже перечислен Ну правда откачали Но сейчас она без сознания Сердце бьется Вот такая вот петрушка Вот такая у вас работа достойная, ребята Понятно Надеюсь, что понятно вам действительно Часто такое бывает Или не очень часто В вашей практике Я первый раз попалкиваюсь Я вот буквально перед вами Звонила какая-то Обмороженная И прям мы обязаны С нее дайте деньги, дайте деньги Как вы относитесь к таким сотрудникам банка Которые несмотря на такие вот Каверзы Продолжают Я говорю Я говорю Двоюродный брат ее Приехал издалека Вся семья в шоке Я единственный Ну более или менее Себя в руках держу Объясняю ей А она говорит Нужно деньги отдать Соберитесь всей семьей И отдайте деньги И мы от вас отстанем Вот Стенькова звонила Дура одна Вот как Вот вы как Вот я понимаю Вы достойный мужик Вы услышали И понимаете Что блин ну что Ну ясно все И положите трубку И все Мне просто любопытно По каким критериям Отбирают сотрудников в банк Вот мне кажется Вы это уникальный персонаж В основном там вообще Бездушных людей берут Мне кажется Деньги 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 Типа банковую рознь Да как бы Есть человеческий фактор Есть Не ну почему Вот почему Вот есть люди В том числе вы Да Которые учитывают Человеческий фактор А мне кажется Банк учитывает Человеческий фактор Только когда Загоняет клиента Человека в клиенты Понимаете А после этого Человеческий фактор Перестает существовать Это при том При всем Что изначально Банк незаконную Детельность ведет Вот я юрист понимаете, а я знаю, что с моей сестрой ничего не получить, даже если бы она, она просто не говорила мне, я бы приехал год раньше и все бы уладил, и ничего бы банк не получил, вообще человек бы был уже здоров, а сейчас она, вот, врачи говорят, вообще возможно разговаривать больше никогда не сможет, если только дорогостоящая операция поможет, да, и то там звуки издавать какие-нибудь, ну, понимаете, да, полстакана уксуса очистки, вот, понимаете, а банки ведут незаконную деятельность, даже, не знаю, знаете вы, нет, ваша должность позволяет вот в эти нюансы, хотя это любому человеку доступно, взять лицензию Центробанка, да, которую получает любой банк, и посмотреть, а там даже нет такого, Центробанк даже не делегирует выдачу кредитов, в разрешенных видах деятельности, в акведах так называемых, вообще нет ни у одного банка такой вот разрешенного вида деятельности, как кредитование физических лиц, понимаете, то есть банки даже налоги за это не платят, то есть, по сути дела, незаконной деятельностью занимаются. А довели ее до самоубийства кто? Банкиры на основании чего? На основании нарушения 230-го федерального закона. Вышел закон, для кого вышел, неизвестно, что всего лишь два раза в неделю имеют право звонить. звонили по пять раз в день, и ночью, и родственникам, и всем, понимаете? Ну, я все это прекрасно понимаю, да, и вы сами, если вы юрист, владеете, да, информацией, как работают наши законы? Нет, они вообще не работают. Законы, точнее, я так скажу, понимаете, может быть, так и надо вот таким слабым людям, я уж буду, скажем так, жестким, и не скажу, что я рад, что так произошло, но так я выражусь, да, законы не для банкиров пишут, не для преступников их пишут, их пишут для граждан, чтобы граждане могли защищаться, а граждане ленятся просто открыть материал. Ну, элементарно, сейчас интернет у всех, 230-й ФЗ набираешь, и перед глазами открывается полностью Клайндайк. Его можно переначать, его можно назвать инструкция, как жить свободно от кредитов. Ну, или как не платить кредит законно, как угодно, что угодно можно вот заглавить этот вот. Ну, это вот федеральный закон 230-й, да, он полностью освобождает граждан, у которых хоть немножко зачатки ума есть, вот вот этих обязательств. Я не говорю, что кредит не надо платить, но если нет возможности, если ты все зашиваешься, если у тебя не на что кушать, покупать, да, елки-палки, зачем ты удовлетворяешь амбиции кредитного учреждения? Вы меня извините, Валерий, но меня просто, сами понимаете, мне выговорятся, у нас никто, меня никто не слышит. Да не, не то, чтобы накипело, я это знал, я со всей своей роднёй разговариваю, они меня не слышат. Я им говорю, вы что, вы же знали, вы что, мне не могли бы позвонить, я бы прямо оттуда, из дома, всё бы решил. Заочное судопроизводство никто не отменял, я бы кучу претензионных писем бы накатал, она бы их подписала, отправила, и в заочном формате в суде бы всё решили. Нет, скрывают, боятся, боятся статуса нечестного заёмщика, должник. Почему-то людей так это пугает, а слово суд вообще выкорчевывает задатки любого здравого смысла, а суд это благо. В суде как раз можно зафиксировать сумму долга, шапку роста вот эту прекратить, и отдавать через судебного пристава, блин, по 100 рублей. И то это если есть официальный доход, а если нет, можно вообще создать условия, когда банку вообще выгодно самому отказаться от претензий. Банк же, деньги-то, это же не у соседа взять деньги, у банка денег нет. Банк это одна из самых нищих структур с точки зрения наличия этих денег, понимаете. Нет денег, Центробанк даёт воздух, а требует от людей настоящие деньги. Отдать-то человек должен прийти, настоящие денежки отдать. Вы простите, извините, конечно, я не буду ваше время отрывать, но всё-таки так вот. Но так же можно было в вашей сестре на банкротство подать, да и не было бы этих всех... Банкротство сейчас невыгодно. Невыгодно банкротство, это клеймо на лбу, это определённые минусы. Поверьте мне, я как юрист вам заявляю со всей ответственностью. Может быть, для простого человека где-то и выгодно, но ни в коем случае... Нет, проще, понимаете, есть гораздо... Для физлица, соответственно. Для физлица, да нет, для физлица, да нет, понимаете, для юрлица, это вообще разговор отдельный, там вообще можно забить сразу. Как говорится, на засов поставить, нет на счетах денег и всё, до свидания. Юрлицо, это вообще отдельный субъект юридического права. Ну ладно, не буду... А то, что банкротство, во-первых, дорого, во-вторых, непрактично, потому что смотря какой управляющий попадётся. Попадётся к какому-нибудь хмыре, да, и все сделки возьмёт и под сомнение поставит сделки трёхлетней давности, что продавали машины, квартиры, дачи, земля, ну все сделки, которые регистрировались, да, возьмёт и по закону под сомнение поставит. И вот представьте себе, человек продал два года назад машину, а приходят к этому человеку, который совершенно честно эту машину купил, и эту машину у него забирают. Потому что вот тот продавец, который был, он теперь банкрот, это как минимум, да. Нельзя занимать руководящие должности в течение пяти лет, это тоже не хухры-мухры. Причём это не имеет в виду министерские должности. Бригадиром простым не станешь, начальником отдела какого-нибудь, понимаете. Вот, это очень много. Гораздо проще, вот, знаете, стандартно провести досудебочку, банк известить о своём положении, указать на пункты договора, которые не соответствуют действующему законодательству, а очень много таких пунктов во всех договорах, там то один, то другой, то третий. Попытаться банк вытащить в суд, в суде зафиксировать сумму долга, да и всё. А если банк не выйдет в суд, то это значит одно, это означает лишь только то, что банку не нужны эти деньги, вот и всё. И спокойно жить своей жизнью. Ну и пускай звонят эти коллекторы, да. Ну, собака гавкает, как говорится. Понимаете, эти все вещи я бы мог ей объяснить на здравую голову, а ей ничего бы не произошло. А произошло, что уже произошло. Она, естественно, очухается, и это всё поймёт. Представляете, до какой степени ей будет тяжелее с этой вот теперь инвалидностью ходить, понимая, что это всё в единого яйца не стоит. А у нас недавно, ну как недавно, весной мужик с моста прыгнул тоже, отец семейства, русский стандарт, 500 тысяч должен был. Трое детей, речка тронулась, лёд пошёл, прыгни с головой, и нет мужика. 500 тысяч рублей, какая мелочь, а? Обратился бы, допустим, ну я образно говорю, к юристам там никому не было. Да, вот, такая вот байда. Ну спасибо вам, Валерий, ты хороший человек, на самом деле. Единственное, позвольте, может быть, порекомендовать вам бросить эту работу, что ли. Ну, действительно, она неблагодарная. Карма-карма портится со страшной силой, хотя вам решать. До свидания. Спасибо, да, всё хорошо. Здравствуйте, друзья, Кузнецов Дмитрий. Ну тут комментарии, как говорится, излишние, вы всё слышали. Единственное, скажу, таких роликов будет теперь регулярно выкладываться, вот именно проверочных. Понятное дело, никто никаких суицидов не совершал, всё хорошо. Я желаю здоровья всем должникам, всем заёмщикам, всем нашим клиентам, здоровья и крепких нервов в этой, ну скажем так, нелёгкой борьбе, но с нами она гораздо легче. Самое главное, хочу сказать, то, что я рассказывал, как можно сделать, привести себя к свободной жизни, это всё, на самом деле, действительно соответствует истине. Пройдите по ссылочке в описании ролика на наш сайт, там выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Всё подробно, так скажем, доступно, вы можете узнать, послушать и принять решение. Это и для тех, говорю, кто недавно подписался на наш канал, и кому действительно нужна квалифицированная поддержка, помощь юридическая, кто хочет, раз и навсегда, закрыть все свои вопросы с банками, чтобы больше вас не беспокоили эти взыскатели. Ещё раз повторю, строго в законном формате, 100% законные методы решения вопроса. Также вы можете ссылочку на наш сайт увидеть, вот сейчас, в правом верхнем углу ролика, подсказка выйдет, такой перевёрнутый восклицательный знак, он кликабельный, вот он сейчас, посмотрите, появился в правом верхнем углу. По нему кликайте, видите, также ссылочка на наш сайт, переходите на наш сайт. Ну а за ролик прошу поставить лайк, он наверняка многим понравился. Подписывайтесь на наш канал, кто этого не сделал ещё, вступайте в группу ВКонтакте, там все ролики с нашего канала дублируются, ссылочка на группу в описании любого из наших роликов есть. Ну и, конечно же, поделитесь роликами в соцсетях, чтобы как можно больше количества людей перестали бояться и стали жить спокойной жизнью. Это от вас тоже зависит. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯА. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok